Как из резидентуры советской разведки в Лондоне попасть на вершину знаменитого списка Форбс? Раскрыть тайны за кулисы мировой офшорной олигархии и найти украденные триллионы долларов? Стать объектом покушений и рейдерских наездов? Оказаться на скамье подсудимых за драку в телеэфире? Детективная история жизни Александра Лебедева в книге «Охота на банкира». Как я попал в политическую разведку КГБ, для меня остается большой загадкой. Еще на старших курсах ко мне стали присматриваться хэт-хантеры из первого главного управления КГБ СССР. Хотя, во-первых, я чурался всякой комсомольской, партийной и вообще общественной работы, читал Солженицына, короче, проявлял все признаки инакомыслия. Меня всю жизнь занимала тема взаимоотношений человека с богатством. Написать хорошую книгу или создать успешный бизнес можно только за счет собственных способностей и труда. Деньги греют лишь неглубокую душу. Они иссушают сердце и не дают человеку покоя, умножая количество проблем. Ко второму часу записи на НТВ Полонский успел высказать в мой адрес немалое количество острот, словно разговаривая сам с собой. Давайте охрану сюда ставить. Если вас оскорбляет трамвайный хам, другого выхода нет, приходится ставить его на место. В дальнейшем лечная встреча окончательно убедила меня в том, что Полонский не был инициатором моего уголовного дела. Этого парня использовали в чужой игре. Если честно, мне искренне его жаль. Кучма сказал, что надо поддержать избирательную кампанию Януковича и скинуться по 10 миллионов долларов. Янукович с его уголовным прошлым – это неправильная ставка, подумал я. Мне казалось, что и президенту России этот кандидат не особенно симпатичен. Но Кучма его активно продвигал и в конце концов навязал. Тогда я отказался сдавать деньги. Этого мне, конечно, не простили, что я отлично понимаю. Каждый день деньги миллионов людей перетекают в карман ограниченного круга лиц. И никому до этого нет дела. По оценкам международных мониторинговых организаций, сейчас в этом бассейне грязных денег находится более 60 триллионов долларов, что сопоставимо с годовым ВВП планеты. Мы должны вернуть эти деньги. Это наш фонд национального благосостояния.